С днём рождения, успеха, радости, везения, любых желаний, исполнения и миллион ночей и дней. Да, это было неожиданно, Аня, не только для тебя, но и для меня. С днём рождения тебя, дорогая. Спасибо большое нашему ребяту Владимиру Сметалину. Да, только я боюсь, что Ютьюб, когда мы будем выкладывать сегодняшний разворот, он зафиксирует этот факт и скажет опять, что в программе есть элементы, которые являются нарушением авторских прав. Нет, за эти права мы платим. Мы платим, Анечка, с днём рождения. Спасибо большое. Насколько я понимаю, у Дениса Князева тоже сегодня день рождения. У Дениса Князева, нашего звукорежиссёра, сегодня тоже день рождения. В прошлом году у тебя не было в свой день рождения здесь, насколько я помню. Как это не было? Была, я приехала. В этот день специально. Ладно, но я вспомнила, что да, ты там исполнила свою мечту и съездила, куда тебе хотелось. С днём рождения. Так, у нас дневной разворот, и мы два часа посвящаем итогам Кировского урбанистического форума, первого форума, который завершился вчера, 23-24 числа. Он проходил на двух площадках, на площадке Детского космического центра и на площадке инженериума. Два дня интенсивнейшей работы. И мы хотим сегодня по свежим следам так отрефлексировать, что было, что запомнилось, какие выводы сделали, на что обратили внимание. И в первом часе мы общаемся с представителями городской администрации Татьяной Говоровой, заместителем начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Кирова. Не просто участницей тут написано форума, организатором практически, человеком, который обеспечил нам таких замечательных совершенно экспертов и спикеров, от которых я сама, хотя я была на других там урбанистических форумах, пришла в восторг. А люди, которые там были, сказали, что, Света, это такая высокая планка, ты знаешь, это вот на уровне столичных городов, и никто не ожидал. Татьяна, добрый день. Добрый день. Добрый день. Очень много слушателей нашей радиостанции. Они подходили. Кстати, и до форума сюда приходили, и во время форума, и говорили, что очень внимательно слушают наши программы. И такой настороженное сначала было у людей состояние, а что, собственно, ожидается. Вы знаете, когда ты много-много даешь информацию, мы много давали, мы три года работали над этим, и ощущение того, что а вдруг мы разочаруемся или разочаруем, а получится или не получится, вот оно практически стало проходить с первых часов, с первых выступлений, с первых дискуссий. И это очень хорошее состояние, когда ты понимаешь, что втягивается всё больше и больше людей, а вчера, раз уж я тут заговорила, выговорю всё, вчера вечером, когда мы подводили итоги, можем принимать звонки 211-101, 211-101. Вчера, когда мы подводили итоги, наверное, сегодня ещё не один участник об этом скажет, вечером с 16.30 мы общались, наверное, три часа в итоге, в конце концов, хотя полтора запланировали, Ань, ты не представляешь, какая была атмосфера, вот правда, такое ощущение, что вся аудитория дышала просто в такт, настолько друг друга люди слушали, понимали, желали сделать то, над чем работали, но я давно такого не встречала ощущения, может быть, только в детском возрасте, когда я была в Артеке, и у нас была такая дружная команда, дружная банда. Можно ли мне, как человек, который не был на урбан-форуме, работал эти два дня? Ну, вы тоже там работали, я не с этим намёком. Вот я не могла вырваться, к сожалению, большому, да, хотя очень, конечно, жалею об этом. Спросить, всё-таки большая часть людей, участников форума, это были общественники, активисты, какие-то авторы городских проектов, или там были те горожане, которые пока не вовлечены в какие-то вот такие движения, но готовы в чём-то принять участие активное? Вот, наверное, разный срез был как раз. Были горожане, были даже уже те, кто не работает уже, да, пенсионеры, были. Были твои любимые пенсионеры, с которыми ты общаешься. Ну и, конечно, были члены активных городских сообществ, были студенты на определённых площадках, совершенно разные, совершенно разная была аудитория, да, ну вот, очень активные все. Там были представители бизнеса, что очень важно, причём были люди, которые вот не просто зашли заглянуть и на приветственные мероприятия побывать, а отрабатывали сессии, в том числе и практически, о которых мы во втором части поговорили. Это профильные какие-то сферы бизнеса, строительства, ремонт, ещё что-то разное. Абсолютно разное, совершенно разное. Представители органов власти всё-таки были? Безусловно, были представители администрации, были представители правительства на разных сессиях, правда, немножко поругалась, там я в первый день, что маловато правительства, мне показалось, и даже Игоря Владимировичу Васильеву написала я об этом. И на следующий день? Нет, нет, он мне не ответил так, потому что вот в командировке, но это очень важно на самом деле, потому что вот разбирались вопросы не только прикладного характера, но и стратегического характера. Давайте общественные какие-то вещи мы с общественниками обсудим во втором часе, а сейчас мы пройдёмся по каким-то вещам, которые для себя город отметил и делал какие-то выводы. Что больше всего у вас, Роман Александрович, впечатлило? Честно говоря, я первый раз присутствовал на форуме, поэтому в первую очередь мне, безусловно, была интересна сама атмосфера, сама подача, то есть не было каких-то сухих таких информаций с цифрами, с такой прям конкретикой, всё в основном были вещи более концептуальные. Это вот первое, что хотелось сказать, то есть все лекторы как-то достаточно понятным и простым языком, то есть, как говорится, любому пешеходу понятно, о чём люди говорят, могли донести какие-то мысли. Это первое, что хотелось отметить. Второе, как вы уже заметили правильно, присутствовали представители бизнеса. То есть там присутствовали как представители застройщиков крупных, так и, собственно, наши проектные институты, от которых, по сути дела, и зависит то, как объекты те или иные будут запроектированы, какие принципы будут положены во слово, в основу проектирования, а строители, по сути дела, по этим проектам уже сделают то, что заложили проектировщики. Вот это было, безусловно, очень здорово и очень хорошо. То он, конечно, задал Илья Залевухин, то есть он показал, скажем, do and don'ts, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. Илья, это Новосибирск, насколько я считаю? Нет. Нет? Нет. Это город Москва? Да. Илья Залевухин, он основатель и руководитель архитектурно-градостроительной компании Яуза Проект, вице-президент Союза московских архитекторов, член правления Союза архитектов России, чьего общественного палата Московской области. Это уж я буду. Я лучше ориентируюсь по этой программе. Прости. И, собственно, вот что мне понравилось в его выступлении, то есть были показаны примеры абсолютно неправильного подхода к градостроительной политике. И вот очень наглядная мне показалась диаграмма, где показано распределение плотности по удаленности от центра города. То есть, как сейчас это все у нас получается. Ну, не буду говорить про Киров, но в принципе он говорил вообще по России. То есть, что у нас на удивление плотность возрастает не к центру города, а плотность возрастает именно в спальных районах. Хотя, в принципе, должно быть наоборот. То есть, спальные районы и районы для жизни должны быть наименее плотными, с большим количеством рекреационных площадей и, собственно, малоэтажные, с максимальным переченьем удобств для проживающих там. На самом деле, у нас пока происходит несколько по-иному, но тенденция уже меняется. Вот в разговорах и общении формальным и полу-неформальным застройщиками в принципе все подходят к мысли, что плотность должна быть намного меньше. Надо делать среду удобной для человека. Человек должен ставиться во главу угла, а не его ставить уже в условия того, что мы сделали. Так и живи здесь. Да, но вот это была такая революционная совершенно вещь для нас. Илья Заливухин сказал, что я даже постарался немножко сгладить остроту, потому что я понимаю, что вот это наша многолетняя и даже многодесятилетняя борьба с точной застройкой в центре, высотные дома и прочее сформировала ощущение того, что это может быть все неправильно. А на самом деле в центре, который обеспечен всей инфраструктурой и в том числе для сохранения наследия исторического надо четко продумывать застройку, использовать территории и все-таки современные формы строить, в том числе и высокие, дома тоже строить, просто грамотно к этому подходить. А где строить-то, если участков нет? Это следующая история. Там все было рассказано, Ань, там участки-то в том числе на самом деле есть, это уже другие подходы, но смысл вот в чем. То есть у нас действительно высотные, плотные, без инфраструктуры окраины, которые разрастаются и разрыхленный центр получается. Мне кажется, это проблема не только Кирова, это проблема большинства региональных городов, когда есть центр, вот такие массовые микрорайоны выносят куда-то туда. Ну да, но тут в принципе надо отметить то, что у нас все-таки принято историческое поселение, есть определенные ограничения, которые достаточно жестко регламентируют то, что может быть построено в центре. Именно в зоне исторической застройки. Да, в зоне исторической застройки. И в принципе вот сторонние наблюдатели, мы вчера общались тоже и с Ириной Васильевной говорили, и с людьми, которые вели секции различные, то есть в принципе они сошлись во мнении, что город, как хочется часто представить, в общем-то не изуродован, он вполне гармоничен сам по себе, то есть центр сохранен, то есть с ним просто надо работать. С ним надо работать. Прерываем сейчас на полминуты, и это правда, на самом деле, для меня это тоже было открытие. Я думала, столько городов в России существует, где наследие больше, вот оно еще более старинное, глубокое, но все как один, они посетили очень много, наши эксперты Дородов отметили, что Кировский центр он очень хорошо сохранился, и это большое спасибо, конечно, тем, кто его отстаивал и со стороны общественников, и со стороны властей, которые принимали эти документы. Полминуты. Продолжаем дневной разворот и продолжаем делиться, так скажем, эмоциями по итогам Кировского урбанистического форума, первого урбанистического форума. Ну, конечно, выводами мы делимся. Ну, пока выводами, знания, мне кажется, все еще устаканится, должны как-то улежаться там, да, и обдуматься. Вот, мне кажется, на второй день все-таки, Светлана, прости, мне кажется, это все-таки эмоции. Вот первое, что есть. Да, 211-101 номер телефона прямого эфира. Кто побывал на форуме, пожалуйста, мы ждем ваших тоже откликов и впечатлений. Напоминаем, что у нас сейчас в студии представители городской администрации Татьяна Говорова, заместитель начальника управления городостроительства и архитектуры и Роман Морозов, заместитель главы администрации города Кирова. Татьяна, ну, вот это была действительно напряженная работа в течение двух дней, и очень много раз менялась программа, да, и спикеры, кто-то приехал, кто-то не приехал, но тем не менее, как вы оцениваете в целом набор вопросов, и вот Роман Александрович отметил, что показали себя специалисты, которые приехали с очень хорошей стороны, они не только давали специфику вопроса, достаточно ясную специалистам профильным, но еще и вообще всем категориям слушателей, которые пришли. Вот получилась совершенно интересная вещь. Когда мы приглашали спикеров, для меня всегда это были темы, ну, как будто бы они совершенно новые, а на самом деле оказалось, что все, с чем они выступали, со всей тематикой, получилось как опора. Вот смотрите, институт проводится социальное исследование, начал эту тему вести, и Залевохин нам говорит, что социальные исследования обязательно продолжать их надо. В основе вообще должны лежать. И каждый последующий спикер всегда говорил в подтверждении того, что или мы уже начали делать, или мы к этому идем, и это, конечно, здорово. Дальше историческое поселение. Виталий Статников по опыту своей работы, он пришел к выводу, что именно создание исторического поселения дает и сохранение, и развитие исторического центра. У нас уже с вами хорошо то, что исторический центр, он не мертвый, он не выселен, как в других городах произошло. Он живет не только пока работают организации, у нас там есть жилые дома. То есть свет на этих улицах исторических в этом центре он всегда будет, потому что там живут люди, и не только какие-то активности есть. Да, Виталий Статников, доцент высшей школы урбанистики, высшей школы экономики, архитектор бюро Ваухаус, он работал главным архитектором в Самаре. Да, в Самаре. И дальше, если идти по плану, который у нас был, агломерация, мы стоим на пороге, сейчас мы только начинаем обсуждать, и в правительстве как раз готовится, может быть, ну зарождается решение по агломерации. Киров, Слободской, Кирово-Чапецк. И оказывается, что мы уже есть в проектном плане Российской Федерации с Кировской агломерацией, с крупной, с центром в 500-тысячном городе. Общественники, которые у нас в городе были, оказывается, они у нас супер. Они суперактивны, они могут консолидироваться, они могут выдавать решения не только грамотные, но не спорить друг с другом, а сразу же находить общие точки. Об этом нам говорили как раз те, кто работали с ними на мастер-классах. улицы. Это то, о чём мы сейчас прямо вот с жёлтыми заборами начали говорить и продолжили тему обширную на форуме. И в подтверждение опять этого же мы поняли, какая должна быть пирамида, как сейчас начинать работать с улицами, кого привлекать. В общем, все моменты проговорили, теперь из этого нужно будет идти дальше, двигаться по дизайн-коду. Центр компетенции, задача стоит, у правительства создать его, об этом тоже говорили. Я довольна результатом форума. То есть по центру компетенции принято решение окончательное? Пока ещё ничего не принято, но вот всё, что рассказывали о центрах компетенции, у нас в Ижевск очень ярко выступил. Они, кстати говоря, в отличие от Татарстана и Ростовской области, о котором мы рассказывали, они как раз центр компетенции уже стали организовать после того, как федеральный Минстрой спустил это вот сверху. Но они очень грамотно подошли к его организации. Вот туда вошли именно те люди, которые заинтересованы и прежде всего сами участвовали в процессе формирования дизайн-кода, например, города, каких-то активистских вещей. И они не назначались сверху. Был выбран человек, который работал как раз в департаменте архитектуры республики. И она сама подбирала каждого человека. Они все вчера приехали. И каждый человек супер заинтересованный. Там есть и архитекторы, и социологи, и дендрологи. Все, 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 сейчас их меньше десятка, но они планируют, что у них будет большой центр компетенции, человек 30, который будет работать по всем направлениям, которые Минстрой представлял. Мы здесь в нашей программе «Урбан» рассказывали про центр компетенции. Ну вот я смотрю сейчас, у меня в ленте в фейсбуке, ты знаешь, есть несколько знакомых из Ижевска, и ребята действительно пишут и выкладывают фотографии. Сейчас вот у них там в Ижевске же международной форме, я не помню, как он называется, по-моему, «Влюбиться в Удмуртию» или как-то так. И они всех собирают, и вот эта активность, она, конечно, прямо вот видна невооруженным глазом. И мне очень хочется, чтобы Киров-то тоже не отставал. У нас есть все задатки, предыстория наша с общественниками и прочим. Надо вот это вот все хватать, а то мы соседям уступим. Ну, как бы, да, мы, конечно, друг друга всегда себя с кем-то сравниваем, но вот Татьяна не зря отметила, что, несмотря на то, что у нас, может быть, структурно еще не все создано, что нужно, но мы видим, что база-то, она очень живая, и это отмечали все эксперты, очень грамотная вся эта база. Вот если мы говорим еще о блоках, которые были на форуме, огромный блок был посвящен дорожному движению, улицам и дорогам и тротуарам. Называем транспортный блок. Транспортный блок, да, да, да. Но при этом, несмотря на то, что он называется транспортный блок, пешеходу-то уделялось больше всего внимания всеми экспертами. Вот здесь, Роман Александрович, вы для себя что вынесли? Кстати, у нас там были представители ГИБДД, четко ходили. Много, много их было. Роман Александрович относится к автолюбителям. Да. Так, Роман Александрович, пожалуйста. Я хотя отношусь к автолюбителям, но, безусловно, те вещи, которые говорились, они мне не чужды. Любой автолюбитель время от времени пешеходом становится. Да. Нет пешехода, который не хотел бы стать автолюбителем, и нет автолюбителя, который со своей машиной не хотел бы в тот или иной момент расстаться. Но, в принципе, тоже там были достаточно интересные вещи. полезно, полезно очень было послушать опыт других городов. Там не все так однозначно. То есть, опять же таки, и опыт с парковками был отрицательный. То есть, показывались, какие города... С платными? С платными парковками, да. Не справились, собственно, с этой задачей. Переборщили где-то, перегнули палку. Где-то наоборот не довели до конца. Да, где-то наоборот. На полдороги остановились, сбросили, и в итоге этот проект умер. Достаточно интересна была тематика с выделенными полосами, с возможностью их создания и теми эффектами, которые они могут принести для города. Ну, вот такие вещи... Вот мне очень понравился Петушков. Илья Петушков. Да, Илья Петушков, который говорил... Транспортный эксперт Международного консалтингового бюро Senior Consult. Да, то есть, он говорил об общественном транспорте. Вот это вообще концепция его. И, в принципе, я думаю, что к нам это тоже относится. Что, скажем, пока не будет удобного, комфортного транспорта, который будет ходить по определенным законам, по четкому расписанию, не будет четкого понимания у граждан. То есть, вот эту ситуацию переломить с пробками, ее невозможно. Никакими иными решениями. И с нерациональным иногда использованием личного транспорта там, да, невозможно. Да, показано было. Я согласна. И на примере Москвы, сколько улицу не расширяй. Кажется, на первый взгляд, что мы расширим улицу, и все поедет. Ничего не поедет. Ничего не поедет. Все, что расширит, все займут машинами. Да. Запаркуют. Вот это была такая мысль, которая практически через выступление всех транспортников, кто выступал, она красной лентой проходила. То есть надо регулировать движение, а не только улицу расширить. Это не просто же были какие-то декларации или, например, других городов зарубежных. Это вот как раз здесь очень четко раскладывали на цифрах, кому надо в картинках, прямо показывали о том, показывали и доказывали то, что действительно расширение улиц, увеличение скоростного режима, попытка вот это что-то такое сделать, это все не приводит к тому, что город начинает двигаться по правилам. И все транспортники тоже транспорт очень любят, им автомобили любят. Они все говорят, что прежде всего нужно менять концепцию восприятия города, для кого он. И во главе вот этой пирамиды должен стоять пешеход. И тогда, тогда и дальше уже дальше общественный транспорт, велосипед вообще-то, но общественный транспорт, автомобили. И тогда всем будет удобно. Всем будут понятны правила игры, понятно будет, как строить улицы, понятно будет, какой шириной должны быть тротуары, где должны быть парковочные карманы, где должны быть платные парковки, куда относить перекрестки и остановки. Кстати, очень много про остановки говорилось на самом деле. Про весь комплекс. Про весь комплекс. Который заставляет улицу. В общем, практически, наверное, не осталось ни одного момента, который касается устройства. Система движения в городе не освещена. Мы там не говорили про качество асфальта, хотя слушатели пытались задавать вопросы, потому что она не касается. Это узкопрофильная тема для специалистов. У нас тут ребята из группы по контролю за ремонтом дорог ее освещают. А это была другая история. Весь комплект дорожной сети, конечно. Но вот если сейчас так вот немножечко уложить в голове, то есть уже какие-то первые шаги, которые в администрации для себя наметили? По итогам вот уже, например... А, подожди, это мы в конце скажем. Давайте сейчас перерываемся на небольшой перерыв, потому что кроме транспортного блока еще очень несколько важных блоков. Нужно про них рассказать, а потом уже, наверное, скажем, о чем говорили на завершающей сессии. Итоги Киров-Урбанфорума мы подводим... Прямо жуточные, я бы сказала, все-таки итоги. Мы подводим сегодня в нашем эфире. Два часа работаем с этими итогами. В первом часе у нас представители городской администрации Татьяна Говорова, заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры. И Роман Морозов. Да, заместитель главы администрации Кирова. Вот, кстати говоря, прежде чем к следующему блоку еще одному перейдем, надо отметить, вот Аня справедливо вопрос задала, а что там, вот, может быть, уже какие-то там выводы сделали и так далее. Надо сказать, что у нас в транспортном блоке были представители того, собственно говоря, института, института развития транспортных систем из города Рязани. Да, который нам разрабатывает сейчас как раз транспортную, что это, транспортную схему или что? Это программа комплексного развития транспортной системы города Кирова. Вот это, наверное, было самое сухое выступление, потому что, ну, собственно, есть заказ, и они должны были рассказать... Они презентовали просто, получается, да? Ну, что такое частично, они же уже в работу погрузились, и поэтому он уже вскрыл проблемы, какие есть. И одно из решений у него тоже просвучало, что надо развивать систему общественного транспорта, транспорта, которая основана на расчетах планировочной структуры, которую он уже обследовал. Вот. Ну, и прозвучало все равно, что это должно быть финансирование, субсидирование муниципальное... Транспорта. Транспорта. И не только он говорил об этом, что муниципальный транспорт — это история не про доходы и выгоды. Видимо, одно из предложений будет организовать устойчивое финансирование общественного транспорта. Это социальная такая история получается, да? Да, и об этом говорили абсолютно все эксперты, в том числе и те, которые работают в зарубежных бюро, потому что Илья Петушков — это итальянское бюро, и он просто показывал на опыте всех стран, что это очень важная социальная роль. Там Юрий Львович Лемензон как раз задал вопрос про свой район, у него там, как ты знаешь, заречные части. Да, да, да. И он говорил, что там вот все равно детям нужно выезжать в музыкальные школы вечером, еще куда-то, и невозможно прекратить это движение, хотя и понятно, что там может ехать всего несколько человек в автобусе. То есть нужно размер транспорта регулировать. Либо мы организуем транспорт, либо мы строим музыкальные школы в Порошино. Ну и тем не менее, это не значит, что, например, в Порошино человек должен уехать в 6 часов вечера и больше не иметь возможности. Вернуться. Нет, Светлана, я понимаю это прекрасно. Конечно, я вот опытом Москвы могу поделиться, и тогда мне все говорят, ну что ты приводишь пример Москвы, конечно, там другие деньги, и там они могут себе это позволить. Но когда в 12 ночи ты заходишь в троллейбус, который подошел к остановке по расписанию, и ты один на этом троллейбусе 11 остановок в сторону дома едешь, и он тебя везет, и потом будет еще следующий троллейбус и еще один, и они ходят, несмотря на то, что нет пассажиров. Там как раз хотелось бы сказать, что, в принципе, посыл такой тоже был в части организации движения транспорта. То есть есть, безусловно, маршруты магистральные, скажем так, наиболее нагруженные, которые, по сути дела, они не прибыльные, скажем так, но пассажиропоток на которых стабильный. Но при этом ни в коем случае нельзя забывать о том, что есть определенная территория, откуда людям все равно надо выезжать. То есть это такая уже более социальная тема. То есть, может быть, они должны ходить более редко, но они в обязательном случае должны быть. То есть до остановки не должно быть, что идти полкилометра. То есть расписание должно быть, пусть реже, но люди должны четко знать, что в такое время у тебя будет транспорт, и ты уедешь без больших проблем. И надо сказать, что, кстати, обратили внимание наши эксперты, что остановок должно быть больше. В смысле, они должны быть чаще? Да, они должны быть чаще, эти остановки. Транспорт тоже должен ходить, соответственно, по главным магистралям тоже чаще. С интервалом 5-7 минут, по-моему. Единственное, что я могу... Единственное, разные даже. По крайней мере, по расписанию. Да, разные должны быть интервалы. Это все надо просчитывать. Единственное, что я, конечно, увидела в проекте в итоге этой транспортной системы, которую нам разрабатывают согласно техзаданию, там есть все эти заборы, которые сейчас вызывают столько споров у людей. И они тоже желтые. И они туда заложены потому, что у нас действуют ГОСТы какие-то, хотя, как оказалось, в ГОСТах не заложено, что это должно быть. Какое должно быть ограждение? Вот именно. Это может даже быть растительность. Мафы, растительность. Это могут быть отдельно стоят, как в Москве. Ты помнишь, шарики бетонные? Конечно. Или какие-то такие интересные катки с растениями. Или просто растительность не обязательно. Высокая она может быть, низкая, просто чтобы отделить. Но не обязательно заборы. Это может быть изгородь, изгородь. А написано заборы. Ну, конечно, за ними же не надо так ухаживать, как за изгородью живут. За это надо будет биться, потому что вот пока мы были на Урпан-форуме, я следила тоже за новостной лентой и вижу, что параллельно развивается битва за Октябрьский проспект. А на финальной встрече, ну, за аллею на Октябрьском проспекте. Я не думала, что так горячо сейчас будет обсуждаться. И даже я вижу, что в соцсетях люди пишут, ну, раз стали обсуждать, значит, уберут все деревья и расширят Октябрьский проспект. Ну, Шульгин нам сказал в конце вчера, не отдам. Ну, я не знаю, я могу свое мнение выразить. Да, пожалуйста, Роман Зеевич. Мы все, наверное, кто здесь в студии присутствует, выросли в этом городе. И, собственно, это была одна из немногих транспортных артерий, которая, ну, в мою бытность, там, в детство ездила. Шестерка маршрут, четверка автобусы, там. И всегда там была аллея. И я думаю, что никакой необходимости в ее, как бы, аннулировании нет. То есть, вполне прилично. Ее надо просто немножко, может быть, обустроить, на самом деле, подойти грамотно вот к этим ограждениям. Тем более, варианты там могут быть абсолютно разные. И для людей это такая зона, променад некий, ее надо оставлять. Причем это единственная, наверное, зеленая зона. И про экологию не надо забывать. Зеленая зона в центре города. Вот, кстати, про зеленый каркас нам тоже говорили. В том числе и Илья Залевухин говорил о том, что, когда мы говорим о транспортной системе и вообще системе какой-то, сначала должен быть каркас. И зеленый каркас должен рассматриваться в таком же приоритете, как, например, каркас сетей, там, теплоснабжение, электросетей. Это то же самое. Одно над землей, другое под землей. Все выполняет свои функции. Экологический каркас, зеленый каркас так же важен, как все остальные. Да, нет, у нас есть телефонный звонок. Да, мы сейчас его примем. Добрый день. Добрый день, Надежда. Надежда, здравствуйте, да. Вот я хочу сказать о том, вот только что вы говорили, наприсоединяли деревень по всему периметру Кирова. И теперь говорят, что нужно обеспечить автобусами, чтобы возить детей в музыкальную школу. Но это же невозможно экономически. Надежда, но в Москве тоже наприсоединяли. Добрый день, который приобретает и строит коттеджи, где-то вдалеке от Кирова. Должен рассчитывать только на свой транспорт. Спасибо, Надежда. Ну вот есть разные мнения по этому поводу. И, конечно, наши спикеры говорили о том, что надо просчитывать буквально все. А можно тут в этой части? Вот тема вроде бы глобальная, вот создание городской агломерации. Но она как раз вот в поддержании этого вопроса. То есть основная суть вот этой темы вообще объединения в агломерацию, это то, что несколько муниципальных образований, которые граничат между собой, не принимают сепаративных каких-то решений. То есть общая тенденция должна быть развития территорий вкупе. То есть одно образование планирует развиваться таким образом, другое таким. Вот чтобы не получилось, что одно образование муниципальное планирует территорию развивать, допустим, с части зрения промышленности, а другое награничить территории, планирует жилую застройку. Вот чтобы такого не было, вот эта как раз агломерация, она и позволяет планировать, где совместно будут те или иные зоны, где селитебная, где промбот, какая будет транспортная связь как раз между этими территориями, включая и межселенные территории, какие будут миграции жителей с одной территории на другую, где будут, может быть, общие рекреационные зоны, где историко-культурная. То есть вот эта вся тематика агломерационная, она и должна позволить вот такие места, белые пятна, скажем, на карте, которые не обеспечены ни транспортной структурой нормальной, ни социальной, вот упорядочить в рамках нескольких субъектов, которые входят в агломерацию. Определить точки роста определенной инвестиционной привлекательности, ну и позволить, собственно, реализовать, как сейчас модно, кластерный подход к развитию в той или иной сфере. Да. Татьяна, история с центром компетенции, она, конечно, вот прямо тоже очень ярко здесь высветилась, и мы понимаем, что, чтобы решать проблемы с одного окна, потому что, Аня, представляешь, огромное количество людей, и все в конце подошли, вот кто не был втянут раньше в этот процесс, мы хотим, мы хотим, куда нам? Столько всяких проектов, обсуждений, нам куда? Где эта одна дверь, в которую надо постуть, ну, которая открыта, даже не надо стучать. То есть люди готовы поучаствовать в каком-то из проектах, им просто надо сказать, куда подойти, где могут выбор предложить. И вот они спрашивали, а что после форума-то? Вот мы уже всё созрели, вы нас, да, подготовили. Зарядили нас эмоционально. Это чего, да, давайте уже подводить. Обязательно рада за ижевцев, что у них всё получилось и получается, и образование этого центра тоже ведь не просто у них шло, они не созданы как структурные подразделения в правительстве Удмуртия, они сейчас возникли на базе существующего уже казённого учреждения, которое занимается энергоэффективностью. И сейчас рассматривается преобразование, и пока они вот все числятся в штате этого учреждения. И, конечно, важно, потому что у нас и Кировская область большая, и сейчас деньги по комфортной городской среде предоставляются всем муниципальным образованиям. И если в каком-то населённом пункте в небольшом Кировской области как раз с общественностью, с активностью, это очень легко решить, потому что там и людей немного проживают, и, может быть, общественных пространств не так много. Для города Кирова это как раз самый, наверное, наболевший вопрос. Это вопрос встреч, вопрос вынашивания идей, обличение их дальше в техническое задание, и потом уже разработка нормального проекта. Вот здесь уже муниципалитет вот прямо может включиться очень активно, если на первой стадии только обсуждая, помогая. И, конечно, цена компетенции, имея и социологов, и эндендрологов, и психологов, и методистов, как вести эту работу, помещение определенное. Ну, проектировщиков должен иметь ещё, да. То есть все вместе как раз способны они разрабатывать, нарабатывать вот эти подходы к территории, к любой, чтобы все были довольны, все желания. А потом уже может профессионал разрабатывать проектную документацию. Конечно, профессионал. Это вчера тоже звучало несколько раз. Невозможно сделать территорию только так, как кто-то захотел и сказал, я хочу здесь так, я хочу здесь так. Вот здесь, конечно, должен профессионал всегда говорить о стандартах. Нет, понятно, что есть всегда какие-то подводные камни, о которых, может быть, общественники не всегда знают, да, активисты. Центр компетенции, конечно, он мог бы на себя. Это взять. Прямо и взять, и повести вперёд. А вы как считаете? Вот история про то, что вот про Центр компетенции мы довольно давно говорим, уже года три, наверное, здесь. И, к сожалению, мы сейчас не можем правительству задать этот вопрос, потому что, ну, просто вот не было людей на урбан-форуме, которым можно было бы задать вопрос. То есть, имеет ли смысл организовывать нечто подобное, как Центр компетенции на базе просто города, нашего муниципалитета для одного только города? Или всё-таки надо эту историю через губернатора на региональный уровень вводить? Как вы думаете? Ну, мне кажется, что пробовать надо на основе города всё равно, изначально. Если опыт будет достаточно положительный, то можно его транслировать уже и на область. Но, безусловно, Центр компетенции нужен, потому что, ну, вот сегодня обсуждали уже, ведь, может быть, это такое предвзятое несколько понимание там у жителей, что, ну, чиновник, что он там делает? Спит, наверное, там. Бумажки перекладывают. Бумажки перекладывают. На самом деле, работы крайне много, и в связи с тем как раз, что граждане пишут постоянно, обращаются, очень много вот этих. Услуги муниципальные. Услуги муниципальные. Ты за него хватаешься, но тебя сдёргивают в другую сторону, и ты уже начинаешь прыгать, скакать, как блоха, грубо говоря, по своим многочисленным задачам. Вот хотелось бы, чтобы была, конечно, какая-то структура, которая занимается некой узко ограниченными вопросами и занимается в основном только ими. Её не грузят другими проблемами. Вот тогда возможен результат. А мы сейчас должны завершать первый час. Очень интересно, что эксперты, которые приезжали, они не только были грамотные в своей сфере, они ещё сказали, что готовы с нами сотрудничать. Да. То есть любого из них можно привлекать. Мы самое большое богатство приобрели после форума. Это новые друзья. Это новые коллеги, соратники, которые вдохновились также нашим форумом и сравнивали нас с другими большими городами. И сказали, что у нас он просто был прикладной, он был нужный. И, конечно, все тоже подружились с нами. Мы будем взаимодействовать. Да, готовы приезжать. Опыт они готовы. Готовы приезжать, передавать опыт на разных совершенно основаниях. Готовы и с просветительскими целями ездить. Возможно, будут завязаны какие-то профессиональные контакты. По созданию этих же центров и дизайн-кодов. По созданию этих задач. Готовы продолжать работу. Совершенно верно. Я надеюсь, что мы в ближайшее время соберемся и отработаем какие-то направления. И уже эти выводы можно будет конкретно сформированные самой администрацией выложить. В том числе на сайте администрации города Кирова. Я думаю, что на сайте Urban Forum он продолжит работу. Мы тоже будем их выкладывать. Благодарим наших гостей. Роман Морозов, Татьяна Говорова. В начале следующего часа мы продолжим подводить итоги Кировского урбанистического форума. Но уже с общественными.